Синдзо прав, и он, и я, мы хотим выйти на заключение мирного договора. Считаю, что это чрезвычайно важно и в наших двусторонних отношениях, и с точки зрения создания благоприятных условий для развития ситуации в мире, об этом представитель Си Цзиньпинь только что говорил, нам нужно создать благоприятные условия в регионе. И я полностью с этим согласен. Япония – наш естественный партнёр, и мы хотим развивать полноценные отношения. Вопросы безопасности имеют большое значение, и мы их все обсуждаем, в том числе и с тех позиций, о которых вы сейчас сказали. Нас, естественно, не может не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны. Всё это является предметом наших переговоров. Я сейчас не буду вдаваться в деталях, я хотел бы оттолкнуться от того, что сейчас сказал Синдзо. А именно он предложил менять подходы. Вот не поверите, вот честно вам скажу, это такая простая мысль, но она пришла мне в голову прямо сейчас, вот прямо сейчас здесь. Вот 70 лет мы пытаемся выйти на решение спорных вопросов. Вы упомянули о декларации 1956 года. Она же была не просто подписана, она была ратифицирована и парламентом Японии, и Верховным Советом СССР. Потом японская сторона от выполнения этой декларации отказалась. Мы сейчас вернулись к рассмотрению этих вопросов. Так вот, 70 лет мы ведём переговоры. Синдзо сказал, давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот, какая идея мне пришла в голову. Давайте заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий. Да. Вот я даже не просил поддержать аудиторию меня аплодисментами. Благодарю вас за эту поддержку. А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. И, разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет. 16 часов 30 минут. 12 сентября время пошло до конца года. АПЛОДИСМЕНТЫ